Заходя издалека к проблеме этногенеза славян, не зря выбран регион от Северного Причерноморья, потому как на рубеже Медного и Бронзового веков, некоторые пути миграции или культурного обмена не могли не затронуть эти территории как с востока, так и с запада, а эти процессы в итоге привели к распространению индоевропейских языков и к формированию будущего генофонда Европы с последующим выделением различных этносов, включая и славян, но много веков спустя. Стоит отметить, что в настоящее время много споров по поводу источников индоевропейских языков и способов их миграции в Европу, включая и механизмы взаимодействия явной культурной общности со своими западными соседями. Поэтому попробую описать культуры и более кратко основные гипотезы в нескольких видео. Кукутень-Трипольская культура Это довольно интересная археологическая культура Восточной Европы от неолита до меднокаменного века со множеством современных легенд, мифов и фальсификаций. Культура процветала на территории современной Молдавии, северо-восточной Румынии, а также в западной, центральной и южной Украине, простираясь от Карпатских гор до Приднестровья и Приднепровья, охватывая площадь 350 тысяч квадратных километров, диаметром около 500 километров, примерно от Киева на северо-востоке до Брашева на юго-западе, преимущественно в лесостепной полосе. Как называли себя кукутин-трипольцы при жизни неизвестно, но в статье буду совмещать два названия. Хотя первоначально культура была названа по названию села Кукутинь в Румынии, а уже потом чешский археолог-любитель Хвойко открыл поселение в Киеве и позже у села Триполье. Большинство поселений Кукутинь-Триполья состояли из небольших населенных пунктов высокой плотности на расстоянии 3-4 километров друг от друга, сосредоточенных в основном в долинах рек Сирит, Прут и Днестр. Во время фазы среднего Триполья, около 4000-3500 годов до н.э. население, относящееся к культуре, построило крупнейшие поселения того периода в Европе. Некоторые из них содержали до 3000 построек с населением до 20000 человек и более, а по некоторым данным и до 46000. Одним из наиболее заметных аспектов этой культуры было периодическое разрушение своих поселений. Причём продолжительность жизни каждого поселения составляла примерно 60-80 лет. Цели и причины сжигания этих поселений являются предметом дискуссий среди учёных. Но одной из причин могло быть истощение земли. Некоторые из поселений были реконструированы несколько раз над более ранними уровнями, сохраняя форму и ориентацию старых зданий. В Комун-Неподури в Румынии было зафиксировано 13 уровней, построенных друг над другом в течение многих лет. Периодизация По датировке керамики, кукутин-трипольская культура существовала с 5350 по 2700 год до н.э., а по одной из последних интерпретаций кукутин-трипольская культура делилась на ранний от 4800 до 4000 года до н.э., средний от 4000 до 3500 года до н.э. и поздний от 3500 до 3000 года до н.э. На раннем этапе культуры её корни можно обнаружить в культурах Старчево в Подунавье и в среднедунайской культуре Винча с дополнительным влиянием Бугоднестровской. В V тыс. до н.э. также отмечено влияние культуры линейно-ленточной керамики с севера и культуры Баян-Марица с юга. В течение V тыс. кукутин-трипольская культура распространилась со своей прародины в долинах рек Сирит и Прут, в бассейны и равнины Днепра и Южного Буга. На раннем этапе орудия труда были преимущественно каменными, медные изделия редки, в основном браслеты, кольца и крючки, за исключением карбунского клада из Молдавии и то, скорее всего, не местного изготовления. Ранний период Жители занимались животноводством, сельским хозяйством, рыболовством и собирательством. Выращивали пшеницу, рожь и горох. Инструменты включали плуги из оленьих рогов, камня, кости и заостренных палок. Урожай собирали косами из кремниевых лезвий. Зерно перемалывали в муку с помощью каменных жерновов. Женщины занимались гончарным, текстильным и швейным производством и играли ведущую роль в общественной жизни. Мужчины охотились, пасли скот, изготавливали костяные и медные орудия. Крупный рогатый скот имел важное значение, причем свиньи, овцы и козы играли меньшую роль. Вопрос одомашнивания лошадей на ранних стадиях еще открыт. То, что они были приручены и одомашнены, не спорят. Вопрос лишь в датах приручения, потому как изначально люди на них охотились. Как останки, так и художественные изображения лошадей были обнаружены на участках Кукутень-Триполья. Но неясно были ли эти останки дикими или одомашненными. Прямые доказательства остаются неубедительными. С другой стороны, остеометрические данные указывают на то, что быки, волы и лошади использовались представителями культуры, как тягловые животные, но позже. Некоторые исследователи считают, что Кукутень-Трипольская культура использовала колеса с повозками. Однако были найдены только миниатюрные модели животных и чашки на четырех колесах. Они датируются первой половиной четвертого тысячелетия до нашей эры. Такие модели часто считаются детскими игрушками. Тем не менее, они передают идею о том, что объекты можно тянуть на колесах, но до сих пор нет убедительных доказательств использования реальных повозок с колесами. К примеру, если сейчас создать проект и модель современного города по последнему слову науки и техники, с сетью подземных транспортных развязок, электромобилями и скоростными поездами на магнитной подушке, то это не будет значить, что такой город существовал с момента создания проекта. Не факт, что он вообще будет когда-либо построен в обозримом будущем. Хотя люди уже знают, как. Так и с повозками знать-то знали, но может не было необходимости или реализовать было еще трудно. Но при этом никто не отрицает, что повозки могли использоваться, а деревянные конструкции попросту не сохранились. Средний период К среднему периоду кукутинь-трипольская культура распространилась на обширной территории, от восточной Трансильвании на западе до Днепра на востоке. К этому времени население значительно выросло, что привело к созданию укрепленных валами и рвами поселений на мысах, вблизи крупных рек и источников. Появляются мастерские. Инструменты по-прежнему изготавливаются из камня, глины, дерева и костей, реже встречаются медные топоры и другие инструменты, сделанные из руды, добываемой на своей территории. К среднему периоду гончарное дело стало сложным, однако гончарный круг еще не использовался. Появляется расписная керамика. Также были обнаружены керамические статуэтки женских фигур богинь, животных и модели домов того периода. Поздний период В поздний период территория Кукутин-Триполья еще больше расширилась и включила в себя Волынскую область на северо-западе Украины, реки Случ и Горынь на севере Украины и оба берега Днепра под Киевом. Отделенные общины были созданы на Дону и Волге. Члены культуры, жившие вдоль прибрежных районов у Черного моря, вступали в контакт с другими культурами. Важность животноводства возросла, поскольку охота сократилась, а лошади стали более важными. Община превратилась в патриархальную структуру. Жилища были построены иначе, чем предыдущие периоды, и новые веревочные оттиски заменили старые спиральные узоры на керамике. Были разработаны различные формы ритуальных захоронений, где умерших хоронили в земле с помощью сложных погребальных ритуалов. Могильники как грунтовые, так и курганные, а в Поднепровье встречается и кремация. Возможно сменился этнический состав, а локальные варианты культуры уже заметно отличались друг от друга. По мере приближения конца Кукутентрипольской культуры появляется всё больше артефактов бронзового века из других земель. Это может указывать на построение торговых или обменных сетей, с использованием подобия бартерных токенов. Вероятно на трипольцев повлияли соседние культуры, постепенно смешиваясь с ними и захватывая лидирующие позиции в ослабленном неурожаяме и похолодании в обществе. Потому как вторая половина позднего периода совпадает с резко наступившим холодным и влажным пиорским колебанием , которое, возможно, было связано с окончанием тёплого и влажного атлантического периода Голоцена, климат Земли стал более холодным и сухим, что привело к самой сильной засухе в истории Европы с начала земледелия, что в большей степени сказалось на земледельцах, а не на скотоводах. Но не все учёные придерживаются этого сценария. Переходный период Хотя в конечном итоге древнеямная культурно-историческая общность сменила культуры Кукотин-Триполья, в позднем периоде отмечен целый ряд других культур, как в составе самой Трипольской, Софиевская культура в среднем Поднепровье и Выхватинская в Приднестровье, так и на её границах. Это такие культуры, как Живатиловская культура, состоящая из примесей Позднетрипольской и Майкопско-Новосвободненской, прослежена в степи и лесостепи от Нижнего Дуная до Нижнего Дона. Усатовская или Фалтежская культура на побережье Чёрного моря от Буга до Дуная рассматривается как смесь культур черноводы на территории современной Румынии и Трипольской. И Нижнемихайловская культура от низови Днепра до Дона. Эта ещё оседлая культура с заметными изменениями к 3000 году до н.э. наиболее интересна. Она предшествует непосредственно явной культуре. Вытянутые полуземлянки с открытыми очагами и крышей на столбах сменяются более массивными прямоугольными домами с укреплениями. Интересно, что погребений, как в Нижнемихайловской культуре, ранее не наблюдалось у степных культур и земледельцев Кукутинь-Триполья. Покойников хоронили с терамикой в овальных ямах, лёжа на боку, как и в майкопской культуре Кавказа. Однако были отличия в положении рук. У майкопцев они были перед лицом, а у нижнемихайловцев одна рука была протянута к коленям, а другая в согнутом виде под боком. Могилы ограждали установленными вертикально продолговатыми камнями или кромлихами, а курганные захоронения обожжёнными деревянными. Примечательно, что подобные погребальные традиции и шнуровые орнаменты на керамике, как у нижнемихайловцев, появляются позже у ямников и других степных культур и объясняются влиянием земледельцев на степные популяции. Появление при Черноморье антропоморфных скульптур, стел или каменных баб связывают именно с этой культурой. Высока вероятность контакта представителей нижнемихайловской культуры с Кавказом. Ритуалы и религия В некоторых общинах Кукутин-Триполья было специальное здание, расположенное в центре поселения, которое археологи считают святилищем со своеобразными алтарями. Внутри этих святилищ были найдены артефакты, некоторые из которых были намеренно захоронены в земле внутри структуры. Они имеют явно религиозную природу и дают представление о некоторых верованиях, а возможно и о некоторых ритуалах и структуре общества. Артефакты религиозного характера были обнаружены и во многих домашних хозяйствах. Это, как правило, глиняные фигурки или статуэтки, возможно, фетиши или тотемы. Их довольно много, и они стали своеобразным маркером этой культуры. Но, как считается, называть эти антропоморфные статуэтки богинями некорректно, потому как они использовались для различных целей. Погребение Кроме очень позднего периода в Кукутин-Трипольской культуре не обнаружены погребения, за редким исключением одиночных захоронений в домах. А это при значительном количестве густонаселенных поселений предполагает, что жители практиковали способ утилизации мертвых, не оставляющий археологических следов. Возможно, использовалась кремация. Румынские археологи и доктор исторических наук Лев Самуилович Клейн предлагают гипотезу, что Трипольцы могли практиковать подобие обряда, который развивался в ранне-неолитической культуре Анатолии, когда тело умерших скармливали животным с целью дальнейшего перерождения. А ведь именно из Анатолии были миграции, которые привели к возникновению земледельческих культур в Юго-Восточной Европе, включая и Кукутинь-Трипольскую. Подобная традиция, башен-молчание, затем господствовала у иранских народов. Более современные башни или дахмы известны из зороастрийского религиозного обряда нашей эры. В Иране их использовали до конца 20 века, а самые современные существуют и по сей день в Индии. Аналог известный как небесные похороны есть и на Тибете. Антропологические данные Из-за того, что у Кукутинь-Трипольской культуры очень мало погребений, соответственно и данных для антропологов и генетиков крайне мало, особенно на ранних этапах. Но по тем данным, которые есть, известно, что дотрепольское население анеолита на территории современной Украины было представлено высокорослыми массивными европеоидами, широкими и реже плоскими лицами и большим черепом, заселивших эту территорию с северо-запада в среднем каменном веке . А представители Кукутинь-Трипольской культуры были уже представлены двумя типами – древнесредиземноморским и протоевропейским. Средиземноморский тип преобладал. Это были невысокие, менее массивные люди с узкими и высокими лицами. В позднем периоде Трипольской и Усатовской культур в северо-западном Причерноморье встречаются уже более смягченные варианты средиземноморского типа и протоевропеоидного, с преобладанием протоевропейцев в Усатовской. А на большей части левобережной Украины более распространены массивные протоевропеоиды, включая и нижнемихайловскую культуру. Интересно, что в могилах выхватинской культуры в составе Трипольцев женщины представлены крупными протоевропеоидами, а мужчины деликатными средиземноморцами. Считается, что массивные протоевропеоиды примкнули к Трипольской культуре и степи на позднем этапе. Генетический анализ Анализы митохондриальной ДНК, датированной от 3600 до 2500 гг. до н.э. из пещеры Вертеба Кернопольской области Украины показали, что захороненные в пещере Вертеба были довольно разнородны. И не факт, что они все были представителями Трипольской культуры. Были выделены следующие гаплогруппы метахондриальной ДНК. G, H, H2A, R0, T2A1B, T2B, T4, H, PreHV, HV или V, H1B, H5A, H5B, U8B1A2, U8B1B, K и W. По метахондриальной ДНК наблюдается связь захороненных с культурами Балканского полуострова времен Неолита и корнями уходит в Анатолию. В то же время гаплогруппу U8B1 можно рассматривать как связь с Кавказом. А гаплогруппы T4EJ авторы одного из исследований рассматривают как отличительные признаки неолитических гемических вторжений с юго-востока северного причерноморья, а не с запада от культуры линейно-ленточной керамики. В работе 2014 года группа ученых пришла к выводу, что доминирующая материнская генетическая группа относится к местному доанилитическому варианту у представителей из пещеры Вертеба, а некоторые исследователи по частотам гаплогрупп метахондриальной ДНК ведет связь трипольцев с культурой воронковидных кубков Центральной и Северной Европы. Но по гаплогруппам T2A1A и T2A1B людей из пещеры Вертеба можно связать и с культурой колоколовидных кубков Англии и Германии и с германскими представителями культуры шнуровой керамики, а T2A1B ранее была обнаружена только у представителей культуры Альта-де-Рейноса на севере Испании. А гаплогруппы Y-хромосомы G2A2B2 у троих представителей и G2A1 из пещеры Вертеба также характерны для балканского неолита. Но еще была обнаружена и гаплогруппа Y. Но стоит отметить, что генетические данные из одного места не могут охарактеризовать всю культуру, а способ захоронения у трипольцев не способствует изучению останков, как уже было сказано выше. Можно только предположить, что между Причерноморско-Каспийской степью с переходом к западу в лесостепь, Северным Кавказом и Европой, начиная со среднего неолита, уже была генетическая связь задолго до притока степного происхождения в Европу, связанного с ямной культурой. Слово связанного не стоит понимать так, как будто бы пришли представители ямной культуры через все культурные барьеры и сказали, мы пришли, ДНК вам принесли. В данной статье и видео все очень упрощенно. Материала огромное количество. Экономика На протяжении 2750 лет своего существования Кокутин-Трипольская культура была достаточно стабильной и статичной, однако происходили изменения. Члены культуры на ранних этапах имели схожие черты с другими неолитическими обществами, включая отсутствие социальной стратификации, политических элит и разделения труда, а также элементарную экономику. Скорее всего натуральное хозяйство или экономику дара. Основой был пасторализм, или тип экономики, основу которого составляет разведение домашних животных и потребительское сельское хозяйство. Трипольцы даже на более поздних этапах представляли собой эгалитарное общество, а с бронзового века социальная стратификация была лишь одним из немногих аспектов того, что считается полностью установившимся цивилизованным обществом. Поскольку каждое домашнее хозяйство было почти полностью самодостаточным, в торговле особо не было необходимости. Тем не менее, были определенные минеральные ресурсы, которые располагались на удалении от многих поселений и за пределами территории культуры, что сформировало элементарную основу для торговой сети и она становилась все сложнее, о чем свидетельствует растущее количество артефактов из других культур, датированных поздним периодом. К концу существования культуры Кукутин-Триполья, примерно с 3000-го до 2750-го годов до н.э. медь из других обществ, в частности с Балкан, начала появляться по всему региону. А представители культуры Кукутин-Триполья начали приобретать навыки, необходимые для создания из нее различных предметов. Наряду с необработанной медной рудой из других культур были также готовые медные орудия, охотничьи оружия и другие предметы. Это ознаменовало переход от неолита к медному веку в полной мере. Бронзовые артефакты начали появляться в археологических памятниках ближе к самому концу культуры. Примитивная торговая сеть этого общества постепенно становилась все более сложной, но была вытеснена еще более сложной, как считается, протоиндоевропейской культуры, которая в итоге заменила Кукутин-Трипольскую культуру. Питание Кукутин-Трипольская культура была обществом натуральных фермеров. В обработке земли преобладала подсечная или подсечная огневая система. Почву культивировали при помощи орала. Основным занятием для большинства людей был сбор урожая и уход за скотом. Они выращивали летнюю пшеницу, овес, рожь, ячмень, проса и коноплю. Помимо мяса и молока, рацион состоял из злаковых, которые, вероятно, мололи и выпекали из полученной муки лепешки в глиняных печах или на раскаленных камнях в домашних условиях. Трипольцы также выращивали бобовые, алычу, абрикос и виноград. Однако нет доказательств виноделия, зато есть доказательства того, что они могли содержать пчёл. Домашний скот трипольцев состоял в основном из крупного рогатого скота с меньшим количеством свиней, овец и коз. Охота и рыбалка дополняли рацион трипольцев. Они использовали ловушки, собак, а также различное оружие, включая лук и стрелы, копья и дубинки. Соль Самая ранняя из известных солеварин в мире расположена в Паянас-Латине, недалеко от деревни Лунка уезда Нямс-Румыния. Её использование датировано началом неолита, около 6050 года до н.э. Первоначально она использовалась культурой Старчева, а затем Кукутин-Трипольской. Данные полученные на этом и другом участках указывают на то, что трипольцы извлекали соль из источников с солёной водой путём выпаривания в толстостенной посуде, которую потом разбивали, а кристаллы соли соскабливали с осколков. Обеспеченность солью была главной логистической проблемой для крупнейших поселений Кукутин-Трипольской культуры. Поскольку они стали полагаться на зерновые продукты, а не на солёное мясо и рыбу, трипольцы должны были включать в свой рацион дополнительные источники соли. Аналогичным образом, домашний скот тоже нуждался в дополнительных источниках соли, выходящих за рамки его обычного рациона, иначе снижались удои. С учётом количества населения и скота, в год требовалось от 36 до 100 тонн соли, и это количество должно было быть перемещено на большие расстояния, из отдалённых источников на западном побережье Чёрного моря и в Карпатах, возможно по рекам. Хотя на некоторых сохранившихся художественных изображениях животных из мест Кукутин-Трипольской культуры вол изображался в качестве тяглового животного. Поселение Что касается общего размера, то некоторые участки Кукутин-Трипольской культуры, такие как тальянки в Черкасской области современной Украины с расчётным населением около 15 тыс. человек и более, занимавшие площадь 400 гектаров, были очень крупными для своего времени, но городами их назвать нельзя по определению, потому как они не исполняли их функций. Дома поселений Кукутин-Триполья были нескольких видов. Мазанки из ветвей, скреплённых глиной, бревенчатые дома, называемые площадками, и полуземлянки или бурдеи. Некоторые дома трипольцев были двухэтажными, и свидетельство показывает, что представители этой культуры иногда украшали внешние части своих домов похожими орнаментами, как на глиняной посуде. У большинства домов были соломенные крыши и деревянные полы, покрытые глиной. Керамика Большая часть керамики Кукутин-Триполья лепилась вручную из местной глины. Длинные витки глины укладывались по кругу, образуя сначала основание, а затем стенки сосуда. Как только желаемая форма и высота были получены, швы сглаживались. Такая техника была самой ранней формой формирования керамики и наиболее распространённой в неолите. Характерно, что сосуды были искусно украшены с закрученными и замысловатыми узорами. Иногда декоративные разрезы добавлялись перед обжигом, а иногда их заполняли цветной краской для получения объёмного эффекта. В ранний период цвета используемые для украшения керамики были ограничены бурым и белым. Позже гончары добавили дополнительные цвета и экспериментировали с более ранними методами. Появилось подобие гончарного круга, а также более разнообразные формы керамики, включая и биноклевидные. Пигменты используемые для декорирования керамики были основаны на оксиде железа для красных оттенков, карбонате кальция, магнетите и марганце из якопсидовых руд для чёрного и силикате кальция для белого. Чёрный пигмент встречался реже и в более поздних периодах. Примечательно, что пигмент из марганцевых руд, получаемый предположительно в районе современного Никополя, не был обнаружен в западных поселениях, а это предполагает ограниченный обмен по всей культурной области. В дополнение к минеральным источникам, для создания различных цветов использовались пигменты, полученные из органических материалов, включая кости и дерево. В поздний период культуры для изготовления керамики использовались уже двухкамерные печи с контролируемой атмосферой, потому как в камере сгорания температура обычно выше, чем необходимо для равномерного и полного обжига . К концу кукутин-трипольской культуры, когда медь стала более доступной, прогресс в керамической технологии сравнялся, поскольку больше внимания уделялось развитию металлургических технологий. Текстиль Примеров кукутин-трипольского текстиля пока не найдено. В археологии текстиль встречается редко, тем более в регионах с сезонным климатом. Однако оттиски текстиля встречаются на глиняных черепках, когда материал прикладывали к глине до обжига. Они показывают, что ткань была довольно распространена у трипольцев. О находке слабо обожжённых керамических гирь с просверленными отверстиями. Некоторые исследователи объясняют тем, что в культуре могли использоваться примитивные ткацкие станки, но другие считают, что это грузило для рыбацких сетей. Поэтому их и делали наспех из некачественной глины, потому как они часто терялись. Помимо этого, черепки из поселений на румынской территории предполагают создание текстиля способом связывания иглой, предшествующим вязанию на спицах или крючком. Оружие и инструменты В трипольской культуре инструменты были преимущественно каменными и из костей и рогов животных. Лишь в более поздних периодах использовалась медь. Деревянные же изделия не сохранились. Оружие встречалось редко, поэтому предполагается, что культура была относительно мирной. Но как будет видно из следующих видео, для нанесения смертельных травм достаточной деревянной дубины. Чтобы не перечислять названия инструментов, обнаруженных в поселениях культуры, список представляю в виде таблицы на экране. Язык Судить о языке трипольцев практически не представляется возможным. Хотя некоторые пытаются отыскать в украинском языке непонятные слова и приписать их трипольцам. Почему сразу не неандертальцам, однако за временной промежуток от кукутин-трипольской культуры и до славян сменилось множество культур и поколений. Некоторые исследователи предполагают, что если значительная часть населения прибыла из Анатолия или Балкан, то и язык мог быть импортирован и навязан более малочисленному местному населению мигрантами, а похож он был возможно на современные северокавказские. Но нет никаких данных, по которым можно решить эту задачу. Хотя были обнаружены и своеобразные таблички, как градешница и тертерийские таблички с пиктографическими знаками, которые некоторые исследователи отнесли к древнейшей системе письма. Однако большинство учёных не разделили этого мнения. Считается, что эти символы религиозно-культового характера. Подобные знаки находили в различных регионах Европы и они слабо менялись со временем, если бы это были слова или знаки, передающие информацию. Но они могли быть и бартерными токенами. А в целом кукутин-трипольская культура довольно яркая и интересная. И хотя у трипольцев нет каких-либо признаков принадлежности к протославянам, вопреки бытующим политизированным мифам, она даёт представление о жизни людей в далёкие времена и их жизненном укладе. Очень хочется надеяться, что в будущем мы узнаем ещё больше достоверной информации о людях живших в тот период.